Ну да, есть проблемы. Мы давно об этом говорим. Наши американские партнеры отмахивались от этого. Проблема прежде всего в архаичности избирательной системы Соединенных Штатов. Двухступенчатые выборы, не прямым тайным голосованием. Сначала выборщиков, а потом выборщики выбирают главу государства. Причем это настроено таким образом, что за частью штатов сохраняются преференции. Почему так сделано, это нужно спросить американских законодателей. Может быть сделано, кстати говоря, специально для того, чтобы жителям отдельных штатов эти преференции были предоставлены и сохранены. Но это дело американского народа, а не наше дело. То, что правящая на сегодняшний день, еще до 20 января, по-моему, партия, которая называется демократической, явно позабыла. Первоначальный смысл этого названия – это очевидная вещь. Особенно если учесть использование административного ресурса абсолютно беззастенчиво. То, да и призывы там не подчиняться решению избирателей, призывы к выборщикам. Это плохо, я уже об этом сказал. Но рассчитываю, что после того, как все предвыборные страсти улягутся, американское общество, а это великая страна, сделает необходимые выводы. И будет иметь это в виду при следующих избирательных кампаниях.